МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десять человек отправились на каникулы вслепую. Они мечтали об островах и океанах, а оказались на тренировочном полигоне. Теперь они должны стать командой спасателей. Но уже первый день принес бытовые проблемы и конфликты. Кто-нибудь будет мне вот это помогать? Первый совместный день показал, что участникам трудно быть командой, а еще сложнее стать командой спасателей. Саня! Саня! За несколько часов жизни на поляне Саша умудрился нарушить запрет и покинул территорию. Он испортил чужие вещи и подверг опасности остальных, перевернув полевую кухню. Опа-на! За это ведущий Дмитрий Савин удалил Сашу из проекта. И вы должны не создавать чрезвычайные ситуации, а их ликвидировать. Но участники реалити с таким решением не согласились и объявили забастовку. У нас забастовка, короче. Мы не согласны. У меня было недоумение, потому что я ожидала, что это будут как бы решать все, наверное. Это будет какое-то голосование. Ты не готов на данный момент быть в этом коллективе? Ушел Саша, да, у него там были какие-то, скажем так, немножко проблемы с его косяковостью, ему не везло. Но в то же время я видел, что мальчишка, да, от души старался. Хочу туалет нормальный. Чтоб сидеть можно было? Да. Сколько у него хватало мозгов в его возрасте чего-то сделать, он старался и делал. Забьешь так? Конечно нет, Саша, забивай ты. Мне показалось это даже справедливым почему-то. Гениально. Ты просто туалетный бог. Я не знаю, честно. Вообще ситуацию, Саша, мне вообще очень сложно комментировать. Самый мой тяжелый уход на проекте. У тебя есть минута попрощаться со всеми, и потом можешь идти за мной. Вот искренне, когда приходите вы и говорите, что тот-то, тот-то уходит, или тот-то, тот-то номинирован, вот честно, первое чувство, которое я чувствую, облегчение. Вам я желаю спокойной, я надеюсь ночи. До завтра. Люди как будто забыли, что у них там цель 3 миллиона долларов образно, и один победитель. Первая потеря стала шоком для команды. Но у всех была ночь, чтобы сделать выводы. Станет ли утро мудренее вечера? Смогут ли участники, наконец, взять себя в руки и объединиться? Первая ночь в лагере была, на самом деле, очень ужасной, потому что она была холодная, и очень долго не могла уснуть из-за холода именно. Даже выйдя ночью на улицу, мне показалось, что на улице было гораздо теплее. Нет, вообще мне это нравится. Вон, смотрите, мешок прекрасный, теплый. Да, я замерзла и не чувствую ног и конечностей. Да, мы не едим почти ничего. Весело, жену. Овсяных в лесу? Да. Пока такая ситуация в лагере очень непонятна, на самом деле. Каждый пытается чуть-чуть ценить одеяло на свою сторону. Вечные проблемы какие-то из-за еды. Половина нытиков, половина хлюпиков. Ну, поэтому я как-то так... Нахожусь в таком небольшом шоке с мыслями о том, что я здесь делаю вообще, как бы, кто вокруг эти люди. Кто взял мой плед, скотина такая? Кто у нас, крыса? Сегодня утром, ромашка подрывается, первый встает, начинает что-то делать, но, угадайте, что он хватается за поварешку. В лагере пять девчонок, которые в состоянии приготовить суп. Этот же вечно голодный хватается за поварешку. Не за топор, не за то, какой-то есть еще какие-то тогда дела, что можно делать. Он хватается за поварешку. У нас еще так прилично тут этих шашлыков осталось. Я думаю, с ней хороший бульон получится, питательнее. Крома очень-очень много говорит, и очень много говорит не по делу. Он во всем специалист, и многих это чуть-чуть накаляет. Ай, варева. Неси топор. В чем фишка с топором? Суп с топором у нас больше ничего нету, кроме топора. Все, реально считаешь, что надо топор туда положить? Конечно, неси топор. Я просто не понимаю, зачем. Ближе к кухне, шире морда, и вот это вот так вот с его стороны как-то очень просчетливо выглядит. Ну, ладно, добавляй топор. Это от мысла я не вижу, он просто сгорит. То есть он такой вот человек, как это сказать-то. Так что мне матом. В общем, вы поняли. Ну, я уже почувствовал, что... Например, в мою сторону явно не по-доброму этот человек смотрит. Отношения между участниками начинают накаляться. А впереди испытания. Не станет ли это новой проблемой для команды? По-любому они поругаются. Посмотрим. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, зачем вот эту фишку про топор придумали. Это суповая основа. Суповая основа добавляется сначала. О, Вадим еще идет. Тихо. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот это правильно. В армии служил, знает. Не служил, знает. Молодцы. У спасателей положено вставать, когда приходит начальство. Как настроение? Боевое. Продолжим наш день. Каждый утро будем начинать с зарядки, дабы подготовить ваши организмы к нагрузкам. Самостоятельно не считается. Сильно мучить я вас не буду. Пять кругов по лесу и достаточно. Ненавижу бегать. Я просто ненавижу бегать. Катастрофически. По лесу, по пересеченной местности. Так там же клещи. А не по паленке. Бегать надо так, чтобы клещи не догнали. Первый запивой. Выходил на берега тюша. Я скажу точно, кто не покинет проект. Это Максим. Мне кажется, он дойдет до финала. И мне кажется, он выиграет. Планченко разогнал. Сейчас их обгоню. Кто это вырывается вперед? Не то, чтобы я плохо бегаю. Что? Все отлично. Катя Губина очень сильная девочка. Она мне прям нравится. Да. Я иногда даже первые, наверное, пару часов такая думаю, она какая-то подставная. Вот прям такая сильная. Как будто она все знает. Откуда она взялась такая? Кто? Кто эта сволочь, которая считает, что я подставная? Ну-ка. Это кто-то из баб. Вот сто процентов. Вот сто процентов. Только бабы такую хрень сказать могли. Ну и почему я всегда последний? Веселей, веселей. Улыбочки на лицах. Идите вы. Заряжаемся энергией. Ой, это я Вадимыча только что послала. По нем явно видно, что он не Вадимыч, а Валерий Вадимович. Уважаемый человек. И мне ужасно стыдно за то, что там какие-то ляпы у меня происходят. Потягиваемся, потягиваемся. Догоняем основную группу. Коллектив у нас. Отряд спасателей. Всегда у меня было хорошее мнение по поводу спасателей. Пашу потеряли. А он сдох в богах. Ну это, мне кажется, это должно быть призвание к этому. Let's run. It's the army now. Кто ке будет? Рома, где песня про дрови? Тяжело было, конечно, пять кругов по лесу. Это же вам не хухр-мухр. А потом бастаки бежим-бежим. И манна небесная. Ребята, это биотуалет. Да нет. Это типа подарок. Че, повезем его домой? Да это не биотуалет. Вопрос хождения в туалет на природе. Ну, стоял вот для меня достаточно остро. Смотри, у нас раз, два. Девять нас. Не так мальчишки могут просто... Мы поможем. Ну что значит мальчишка, он тяжеленный. Он не тяжелый. Он не тяжелый. Он не тяжелый. Он просто объемный. Подождите, поможем нести или перевернуть. А если он не тяжелый, то давайте до ничего. А мы его перевернем, смотри, вот так, чтобы дверь не открывалась. Отойдет. Ложи его сюда. Ааа, сколько радости. Когда начинается какое-то никакое движение на поляне. Начинает кого-то что-то снимать, либо кто-то что-то готовится. Вот эта вот ситуация меня тоже раздражает, я считаю, неправильной. Один что-то пытается сделать, а пять рядом пытаются имитировать бурную деятеля, что они тоже что-то делают. Мальчики, вы у нас такие сильные. А вот и камень. Такие молодцы. Что бы мы без вас делали? В армии хорошо. Месите, месите. Ну. Все хорошо. Поработал, еды дали. Побегал, туалет подарили. Рыцари наши. В жизни бы так, да? Победитель сегодняшнего конкурса. Саша сделал такой хороший стульчак, что нам этот биотуалет был не нужен. Мы же и приехали на природу. Зачем нам вот эти все ноу-хау? Господи, что за царская комната? Даже есть штука, куда бумагу туалетную повесить. Вот тебе и статика. Хочешь тебе удобно? Чистый стульчак. Но, чтоб не было вина. Можно садиться на него. Я ж думаю, у нас все чистые, ребята. Не будет на ободок. Не скажу, что наши предыдущие туалеты были плохи. Тем более сооруженные Сашей. Однако, почему бы и не иметь лучшие условия жизни, если оно есть? Я умираю, как хочу есть. Ура! Еда? Хлебушек? Ребята! У нас есть еда! Целый хлеб. Хлеб! Давай. Так, доброе утро, спасатели. Это ваш завтрак. Немного, но хоть что-то. С этого дня еду вам придется зарабатывать. Вам обещали, что вы пройдете огонь, воду и медные трубы. Сегодня будьте готовы к испиданию водой. Участники реалити-шоу вышли на свою первую зарядку и получили первый бонус. Ребята, это биотуалет. И стульчак, из-за которого Саша покинул проект, теперь оказался не нужен. У команды появились новые интересы и новые задачи. Сегодня будьте готовы к испиданию водой. Скоро узнаем, кто настоящий спасатель. Еще недавно они не знали друг друга, такие разные жители сети. Они не должны были встретиться в реальной жизни. А сегодня они команда спасателей. Их было 10, но до сегодняшнего дня дошло только 9. Кто покинет команду сегодня, знает вода. Настоящие спасатели извлекают из воды опасные грузы и спасают жизни. Сможет ли команда реалити покорить навесную переправу и достать из воды хотя бы собственный ужин? Тем более, что другой еды им не светит. Сейчас каждый надевает страховочную систему, каски, перчатки. Вопросы? Канаты, веревки. Сразу вспоминаются какие-то веревочные курсы с университета. Ну, интересно на самом деле. Мне кажется, у меня все еще есть грудь. А-а-а! Ну, вообще по-вогу. Тихо. Ау! Блядь! Тихо? Ау! Радует тот факт, что можно будет ночью покраситься и помыть весь голову. Поначалу испытания у нас был спор, кто должен идти. Мальчики либо девочки. Давайте вперед отправим девчонок и посмотрим, что у них там получится. А-а-а! Паражом, да? Нет, это реально как бы разумное предложение. Они просто выловят все подарки. Смотрите, не факт, что они выловят. Максим, ты настоящий мужчина, теперь из девчонок. Все-таки девочки – это девочки. Сложно себе представить, как это надо так перекулиться, чтобы словить это все. Ноги будут выше головы. Так еще непонятно, как добираться. Еще три дня назад я даже не могла подумать, что я буду с ногами добывать растительное масло из пруда. Светят трусами на всю страну. Ладно, погнали. Время отчитывается от момента, когда повесился. Следующий. Повесился. Кто? Следующий. Помогайте, помогайте. Это можно легко. Стой, все, я сама. Давай. Я сама из самоказа муфтую. Ребята, подождите. Все. Все, погнали. Я только за мясом. Стой! Да, здесь не хватает мяса. Печатается в стол. Не, не хватает длины. Ребята, запрогайте вировку, чтобы побежали с ней сразу. Тяните ее, тяните ее. Катя, ну бери, ты что? Я выбрал скачок. Руки, руки пускай. Отпускай руки. А когда руки отпустят, там макароны. Мне нравится идея подвешивания. Плюс стимул в виде еды, а уже даже на второй день как бы появляется напряг в этом вопросе. Чтобы вытянуть человека, нужно было брать канат и бежать. Но немножко не подрасчитали и не оставили страховочного человека. И наша любимая Катя Гупина со всей дурей впечаталась в стойку. Это был очень чудесный, конечно, момент. А, вот почему я в опору полетела. Прямо кошечки заскреблись. Прямо так неприятненько стало. Или нормально ударилась. Но отбойник хороший-то стоять не поравняла его. Несработанность команды поставила под удар Катю Губину. Но еду участники все же добыли. Первый ужин заработан. Молодцы. Теперь у них есть крупа, масло и морковь. Что ты так раз начинаешь? Ну как? Как тебе? Я очень рада. Вообще восхитиваю. Давайте еще раз, да? А можно еще раз пройти испытание? А вы подложите шоколадок? Чем богаты? Могло быть и лучше, но команда отправила один из продуктовых пакетов ко дну. По этой причине Паша лишился возможности себя проявить. Меня оставили без еды. Первая партия продуктов выловлена. Участники могут перевести дух и набраться сил перед следующим испытанием. Вода пошла на пользу. Настроение у команды хорошее. Пока что. Польку, тросуху. А потом кадриль, как зарежем, давай песняка горло панить, до самой ранится. Польку, Польку, тросуху. Тросуху, тросуху. Та-та-та, и на немач огонь. На-на-на-на-на-на-на-на. Там сподница узкая. Что там дальше? Для тебя штаны малые, да, и сподница. Ой. Давай, делаем так. Можно я морковку к себе не ложу? Я что буду? Нет, ну, просто, понимаешь, надо как-то централизованно принимать пищу. То есть это еда для всех. Да ну, сейчас хочет морковь менять. Все правильно. Я думаю, что Кате здесь не очень комфортно, потому что ей, ну, объективно, нужно, наверное, чуть-чуть больше. Пищи. Пусть у нее уже какой-то накопленный там багаж, ну, не заболевания, а там определенных моментов, которые ей, может быть, в этих условиях не совсем удается контролировать. Катя Вертиховская крайне расстроена. Она попросилась на интервью. Кажется, ей действительно есть что сказать. Я пришла сюда для того, чтобы сказать, что я хочу покинуть этот проект. К такому заявлению никто не был готов. Ведь Катя была счастлива стать участницей проекта. Проживая несколько дней здесь, в лагере, ведя через некоторые испытания, я понимаю, что еще чуть-чуть, и, в принципе, вот эта жизнь, этот стресс, это приведет к необратимым последствиям с моим здоровьем. И, возможно, поправить будет уже некуда. Катя Вертиховская на кастинге была лучшей в своей команде. Хрупкая девушка пыталась справиться с испытаниями, бросив вызов самой себе. Я здесь, чтобы научиться чему-то новому и посмотреть, где заканчивается моя зона комфорта. Однако граница с зоной комфорта оказалась слишком близко. Не, ребят, можно я не буду участвовать в этом проекте, но я оставлю вам и салфетки, и что-то хотите. Проблемы для Кати начались еще до настоящих испытаний. Куда вы привезли вообще? В туалет не сходить, ничего. Участница считает, что жизнь на полигоне несовместима с зоной ее комфорта и опасна для здоровья. Близ, что станет еще хуже. Та ситуация, которая есть сейчас. По правилам проекта участники не могут покинуть команду по своему желанию. А потому решать эту проблему придется на вечернем костре. Кажется, сегодня он будет особенно горячим. Команда спасателей реалити-шоу проверяет себя на прочность в быту, на испытаниях и в общении друг с другом. Первая проверка водой принесла участникам дивиденды. Теперь у них есть немного еды. Однако испытания оказались не всем по силам. И одна из участниц обратилась с неожиданным заявлением. Я хочу покинуть этот проект. Но сюрпризы на этом не закончились. Саша, изгнанный накануне из проекта, не спешит уезжать. Он тоже попросил слова. Я пришел сюда, потому что я хочу вернуться в проект. Клубок противоречий на поляне запутывается все быстрее. Но на проекте простой обмен невозможен. За все придется платить и лучше команде быть к этому готовой. Мне хочется меняться. И здесь такие люди, с которыми это изменение происходит незаметно, само собой. В обычной жизни я бы с ними не поздоровался, вряд ли бы мы завели контакт. Но здесь я узнаю от них больше. И здесь мне приходится с ними общаться. Ребята на поляне уже не только спорят, но и пытаются заботиться друг о друге. Что ты делаешь, Макс? Ай, сушилку. Обещал каски эти самые сандали. Сушовки? Да. Они становятся командой. Понимает ли это Саша? Готов ли он к таким изменениям? Сейчас тарелку я поставлю на сам бортик, и ты возьмешь. Главное изменение, которое произошло, я его чувствую, это безопасность людей вокруг себя и осознание того, что ты делаешь. То есть в некоторых моментах это думать не только о себе. Мы дадим Саше возможность показать себя еще раз, но ничего ему не обещаем. Команда придумала свой первый совместный проект. Работа найдется всем. Ребята наши предложили сделать баню полевую. Некоторые люди в этом разбираются и взяли на себя инициативу построить. Вы стройте, я не знаю, понимаю, обстрою. Давайте так, было предложение о том, что давайте сделаем баню. Я так понимаю, никто не против, все поддержали это. Я тут не командую, не указываю, ничего. Я предложил, делаем баню, делаем, делаем, окей. Максим, Максим предложил. Максим разбирается в этом. Он говорил, что они делали такую баню в армии. Для бани нам нужны камни, тент у нас есть, пару столбов и четыре столба, которые мы вкопаем. Тоже с туалет возьмем? Да, мы уже столбы начали таскать. Строительство бани это была моя идея изначально. Я ее предложил, а потом я спросил у Максима, что он считает по этому поводу. Предлагаю, мы пока займемся с Сашей баней, от вас надо только помочь, посодействовать, собирать камни. Да, я подарил ее ему. Камни должны быть вот такого плана хотя бы. Вот таких много на поле. Вот такого и выше. Вот такого плана. Проект построения бани это первый командный проект, который получился, наверное, сразу. и не вызвал никаких, в общем-то, разногласий, потому что мы довольно быстро определились с тем, кто что делает. О, ты из Шведь мне. А у тебя уже есть. Ну так, а что тебе, две жалко? Нужно две? Мне две. Ну ладно, значит, ты будешь больше всех погружать, держи. По полю побегаем. Ну так пойдем. Кстати, обращайте внимание на... То есть мы подбрасываем, а ребята сзади идут, собирают? Нет, мы носим сюда, в это место, а потом мы просто... Да я пошла коптать пшеницу. Все, мы быстренько их собрали, их было там много. Оптимизировали производство бани, так сказать. Виталик, ты цени. Мне кажется, я камни лучше, чем грибы собираю. Хорошего. А в бане любые подходят, да? Нет, ну желательно большие, вот ты пропустил. Короче, там на заборе висит ножовка, видел? Вот, берешь ножовку и отрезаешь эту длинную вот так вот посюда. Я очень боюсь, чтобы меня не восприняли как какого-то, так говорите, командира, да, либо же какого-то диктатора, который я предлагаю, как бы. Некоторые, может быть, недопонимают этого и расценивают это какое-то там командование. У меня просто, наверное, чуть-чуть больше какого-то опыта, чуть-чуть больше какого-то адаптированности, например, к этой местности, либо же к этим условиям. Можно еще больше подпадать. Где-то так, что ты, устал? Я давно с пилой не работал. Чем больше камней, тем больше жара, правильно? Ну, побольше, печка должна быть емкая. А нам-то надо, ого-го, банька. Кажется, надо это хотя бы отвезти домой, вот это все. И мне кажется, ну... Ой, заодно спрошу Макса. Помой? В данный момент идет в лагерь Барба. Барба нет лидера, потому что я, ну, по натуре я знаю, что я лидер, и во многих ситуациях я ввел за собой людей, и Максим поставил себе цель, что он будет лидером, он будет везти, хотя не везти, а указывать. Прошепчатый, давай, шевели поршнями. Максима, камнем много нужно? А? Ко мне много нужно для твоей печи? Для твоей печи ко мне много нужно? Да как, для тока-сока и для твоей? Нет, ну мы делали вот такую. Да, вот такую. То есть, а у тебя же она закапана. Чем больше, тем лучше. Хватит, да? Как бы все знают, что Виталик все умеет, и все, он такой надежный человек, и супер Виталик весь из себя. Вот, и как бы он, ну, может быть, там считался бы лидером, если бы он сам тоже об этом заявил. Но вообще у нас, как бы, такая обезглавленная субстанция в виде нас. Вот, и да, вот Максим своими действиями, он показывает то, что он знает лучше всех. Он там служил, там служил, короче, где-то еще там что-то делал. Ну что, тогда вкапываем? А погоди ты. Отпилил? А третья? Тогда я буду делать маленький... Толстым концом вниз давай. Я, конечно, не подстрекатель. Ну, дайте мне две секунды. Ну ладно, мы ошиблись. Вот уже перфекционист, а? Ну, что поделать? Похоже, в лагере закручивается еще одна история. В команде намечаются лидеры. Но смогут ли они договориться и поделить территорию? Ведь сейчас одно неловкое движение может развалить весь коллектив. Наташа, я так хотела помочь. Не надо, Наташа, не надо, не помогай ему. Больше, да. День разрушений. Ну, маленький день разрушений. Маленькие разрушения человеческих отношений пока мешает участникам договориться. Кто и что должен делать, кто за что отвечает, кто берет на себя инициативу, а кто помогает. Кажется, в лагере затишье. Надолго ли? Ты так вздохнул. Ой, все. Железную посуду не может доверить. Жизнь – боль. А кто хочет на английском почитать? A friend you need is a friend you need. It's your first meal. Ну ты ее пихуешь. Ой, там сусы, там хорошее такое, нормальное. Сложите все вот сюда, вот, все свое грязное. Все, прям в кастрюлю, да, чтобы оно больше вымазалось. Вы меня сейчас будете учить посуду мыть или мне показалось? Не вздумайте учить Дину мыть посуду. Хорошо, Динара. Нет, так давайте тогда распределим обязанности, начнем тянуть жрелье и бла-бла-бла. Да все хорошо, ну что ты так и воспринимаешь, он-то, ты ж только что поела. Вспоминай свое настроение. У них вся рогня из-за еды, а завтра еще будет походу из-за воды. Как будто перецерплю, они сами себя там друг друга давят. Если не хотят слышать каких-то рациональных, разумных предложений, вот, мое дело правое. Буду как Роман лежать, книжки читать. Сегодняшний день для участников реалити оказался непростым. Они неплохо проходят испытания, но некоторых уже подводят нервы. Нет, так давайте тогда распределим обязанности, начнем тянуть жрелье и бла-бла-бла. Ребята пока не могут договориться друг с другом, и напряжение растет. Половина нытиков, половина хлюпиков. Сможет ли сблизить команду очередное испытание? Ведь иначе его не пройти. Следующее испытание. Недармовое. Опять же ждут приятный сюрприз уже в том круге. Обнаружение груза на поверхности воды – обычная работа для спасателя. Но шаткий плод – то самое место, где требуется спокойствие. пожелаем участникам равновесия. Первый, пошел. Да, серьезное испытание, мне кажется. Не, ну не столь. Садись просто на занесу. Вот у вас уже ошибка. Центр тяжести найди. Вот. Был у меня момент, что я там почувствовал, что я мог бы упасть, но хвала небе сам, все обошлось. Рома, что ты выбираешь? Там мяско есть? Холодничка бы сейчас, а? Ох, в такую-то погодку. А вдруг там в мешке где-нибудь лежит мультиварка? Тащи только, если там мясо. Дай человеку доплыть. Так я уже не так сильно хочу есть. Это бульба, сто пудов. Кумпекция. Ой, сейчас бульбины жарим. Ой, ребятки. Дорогие мои товарищи, настоятельно рекомендую фильтровать вам, вами же, сказанную речь, ибо все сказанное вами может быть использовано против вас по телевизору. Он меня бесит, брите его. Потом перед папкой и мамкой будет стыдно. Я вот сегодня лежал, думал по поводу мата этого. С одной стороны, мне бы хотелось на них как-то по взаимодействию, дай приподнять их сознание и говорить о том, что давайте как-то, ребята, все-таки задумывайся. А с другой стороны, вот это будет опять лишний раз. Будут думать про какое-то твое там лидерство, ты себя чем-то превосгласил. Я даже сам знаю, что я занижаю свою флангу, когда пускаюсь до их уровня, начинаю точно так же материться, как бы, ну, разговаривая с них на их же языке. Ну, может быть, с волками жить по волчебой и правильно будет. Потому что девочки более эмоциональные. А у нас еще тут девочки такие собрались, стойкие, жесткие где-то. Ну, наверное, так эмоции наши самые жесткие выражаются. Макс, Макс, назад, назад! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Every night in my dreams I see you, I feel you. Джек, Джек, не тони! Роза, ты сведос! Но кирпичи потопили, блядь! Да так, стоп! Не так быстро! Ну, по сути, если кто-то тонет, то не нужно будет выгонять. Все, у меня ЧП. Если бы я была в резиновых сапогах, я бы вообще не пикнула. Честно. Вообще. Участники реалити очень по-разному проходят испытания. Кого-то плод чуть не утопил, а кому-то он помог сплотиться. Это такой экстрим, мне так понравилось, восхитительно, классно было. Мы, кстати, очень хорошо подобрали командовую заметили? С Диной. Мы сработали шикарно. Лучше всех, я думаю. Смотрите, змея плывет! О, да, реал. Ого! Какая классная! А вон второй всплыл, смотри, смотри. Виталик считает себя лидером и вызывается пойти последним. Он хочет исправить ошибки всей команды и вытащить из воды все, что не смогли другие. Виноведи красоту, тебе дадут иммунитет, тотем до конца. Мы тебе уже сразу поаплодируем. Можно я с Виталиком? Таташа попросилась идти со мной, наверное, увидев, что для меня это будет легко и для нее безопасно, что я не подведу. Главное, чтобы красиво по фэшн-пу было. Ну, ну. Такая фэшн-спасателька. Да, это моя победа. Реально, я так подумала. Так я думаю, все, если Виталик будет сыном, я ничего не боюсь. Кого спасать сегодня? Ты давай штыреть и не пропускай. Наташа на тот момент контролировала только, наверное, фокус. Она действительно действовала на кадр. Она все красовалась и красовалась. А тут взялся со своим энтузиазмом Виталий и, как он говорил, но это было заметно, то, что они слишком сильно разогнали плод что-то их унесло. Упал, провалил и, наверное, самое страшное было это то, что я подвел в первую очередь ее, ее ожидания. это было для меня очень сокрушительно. Я, наверное, выражаясь, упал на колени. Я победитель этого проявления! На, на! Дай ее! Я понял, что порой я зарываюсь. Моя вот эта самоуверенность, которая одновременно граничит с неуверенностью, вот эта борьба внутренняя, которая идет у нас бывает еще сильнее. Учения на воде закончились настоящей спасательной операцией. Виталия вытаскивали из воды реальные спасатели, а Наташины приключения завершились работой водолаза. Такие вот пока из наших ребят спасатели. Сейчас вам спасательная операция будет по спасению сапога. Ага. Хорошо. Я хочу понаблюдать. Я всегда знала, что работа спасателей очень сложная. И то, что вот как сегодня вылавливал там эти резиновые сапоги этот спасатель, я сразу вспомнила о том, что люди вылавливают людей. Ух ты, как бурлить! Тоже дерганье веревочки и ответ отблеском. Я только раньше об этом слышала. А тут я, так сказать, прониклась. Он так по дну ходит, что-то ищет. И находит. Вот в чем прикол. Находит. В мунной воде что-то еще находит. Ура! Сапог! Наташа! Нитрит-мадрит! Где мой спасатель? Кидайся! Спасибо большое! Я не знаю, как вас обойти. Спасибо! Спасает спасатели и спасатели. Такие мы хреновые спасатели, что нас тоже спасают. Незнакомые ситуации, рискованные испытания, болезненные притирки характеров. Зачем участникам реалити все это понадобилось? Что они ищут на самом деле? Что их не устраивало за проектом? Послушайте, когда человека все устраивает, ему некуда больше стремится, он сидит дома, пьет чай и в минус один на улице в палатке не спит. Это раз, когда его все устраивает. Это так скучно, когда тебя все устраивает. за этот день произошло многое. Участники реалити запутались в испытаниях, в амбициях лидеров, капризах своих и друг друга. В том, кто хочет уйти, а кто вернуться, и на каких условиях это возможно, сегодня было много мутной воды. Команде не разобраться без ведущего Дмитрия Савина, который уже спешит на поляну. И, похоже, он единственный кто точно готов к вечернему костру. Прошлый вечерний костер реалити закончился изгнанием Саши и ультиматумом команды его вернуть. Днем Саше позволили стать волонтером строительства полевой бани. После испытаний домой попросилась Катя Вертиховская. Настало время принятия решения, но никто не обещает, что оно будет очевидным и безболезненным. Всем привет! Рад вас всех видеть. Спасибо взаимно. Спасибо. У меня вам есть маленький подарок. Это сюрприз от водолаза. Это тот самый пакет, который мы потребили. Да. Так что я не знаю. Держите. Да я езжула. Катя, ты хотела омлет? Я хотела омлет. езжула. Как прошел ваш день? насыщенно. Насыщенно. Насыщенно, да? Добыли еду. Хочешь суп? На самом деле я все знаю. У нас сложилась традиция. Виталик, начинаем с тебя. Вчера ты проявил себя лучше всех. Ты заработал иммунитет. Но сегодня на испытании ты заявил, что пойдешь последний и доделаешь за всех всю работу, если другие не справятся. и так получилось, что ты сбросил воду себя и Наташу. То есть не наоборот. Да, именно так. Команда уверена, что сильный и опытный Виталий не мог перевернуть плод. И в неудаче виновата Наташа. Ну, виновата, конечно, Наташа. Виталик там вообще ни разу не виноват. А Виталий, мне кажется, что сложилась такая ситуация исключительно из-за Наташи. Однако именно Виталик запутался в узлах, сделал роковой шаг назад, потерял равновесие и опрокинул плод. Это был! То есть я свой иммунитет утопил? Нет. Наташа, скажи ему спасибо. Если бы не его иммунитет вчера, вы бы вдвоем были бы номинированы. Спасибо. Я люблю плаву! Тихо, твоих осталось! Тихо, твоих! Рома, в дни кастинга ты был одним из самых ярких участников на проекте. Сейчас, спустя этих два дня, я тебя совсем не замечаю в лагере. С момента приезда на поляну, Рома действительно не мог найти себе применение. Я вялый, потому что действительно дезориентирован. Пока остальные устраивали быт, Рома спал, читал книгу или просто наблюдал за происходящим. Задумайся об этом. Хорошо. Самым устойчивым вариантом представляю себя, потому что если моя дезориентированность на местности не закончится, то вылет очень даже возможен. Дина, мне кажется, сегодня был самый счастливый твой день. Ты загадала столько желаний, что они все сбылись. Как все? Утром ты попросила яблоки? Да. Ты получила яблоки? Да. Потом ты захотела лук и морковку? Лук и получила лук и морковку? И что еще? Ты попросила воды. Ты хотела воды, ты получила воду. Спасибо. Ой, не снимайте. Я так и знаю, что это опасная вода, да? Ну, с Богом. Так что я тебя поздравляю, мне кажется, этот день хороший для тебя. Спасибо, Дим. Но на этом хорошие новости закончились. Вчера нас покинул Саша и вы были этим очень недовольны. Вы обвиняли меня и говорили, что я неправ был в своем выборе. Ну что ж, прошел день. Я хочу задать вам вопрос. Вы до сих пор считаете, что Саша должен вернуться на проект? Да. Конечно. Да. А готовы ли вы ради этого пожертвовать чем-нибудь? Туалетом. Билотуалетом. Насколько я была рада его видеть, настолько я готова от него отказаться, чтобы вернуться с Сашей. Ребята, девчонки, там что-то есть? Немыслимая роскошь. Все нормально. Восхитительно. Все отлично. Тубчик у нас есть, можно и поесть. Пошли. А у нас там суп этого. Да или нет? Готово. Чем-то да. Саша, иди к нам. Мы так долго тебя не видели, мы так скучались. ты гуськи раздавай. Наташа слева. Подвиньтесь, да. Куда ты пошел? То есть вот так вот, да. В пледах ты теперь с другим. Она тоже. А меня быстренько другой подхватил. Прекрасно. Саша, команда приняла решение и ты возвращаешься в проект. Спасибо. Ура. Мы о чем уже ждем? Ну, за это будет принесена жертва. Ой. Ясен пень, что когда ведущий сказал, готовы ли вы, ребята, на жертву, ясно, что он ни за какими яйцами не пришел и туалет ему нахрен не нужен. Ясно, что он будет брать людей. Сегодня в номинации два человека. Паша и Катя. И сегодня эти два человека отправятся домой. вы можете попрощаться. А я вас оставлю надолго. Завтра мы снова с вами видимся. Я не перестаю быть в этом. Спокойной ночи. А у нас есть какая-то другая команда, по которой делает выбор. Я не понимаю, почему все время на нас скидывают. Попробу говоря, команда сама виновата. Я вообще никого не оправдываю. И себя в том числе. Кого захотели, того и получили. Да, мы реально поменяли Сашу на двух других ребят. Но после драки уже кулаками не машут. Скажем так. Было и было. Назад ничего не вернешь. Все, ты сделала сегодняшнюю серию. Огромное тебе спасибо. Спасибо за вкусняшки. Ваша база на испытания. Ты хорошо игрешь. Все, давай пять. Так, с тобой пить. Ну да, я довольно быстро принял это. Тем более, ну как бы я знал, что Катя, в общем-то, настроена уже ехать домой. Ну а Паша, Паша, он такой вот. Я как-то сразу вспомнил момент, что вот у него были сникерсы, и он два сникерса съел в стихарят всех, и только последним там поделился так демонстративно с Диной, по-моему. Может быть, я этот момент вспомнил, и мне как-то так легче стало. Думаю, ну и ладно, иди, ешь сникерсы. Из-за тебя я очень-очень рад. Обязательно до финала. Все, давай, не подкачай. Паша, тебе... Очень тяжело это отслеживать, кто самый слабый игрок, потому что не смотришь со стороны. Когда я смотрел со стороны, было немножко яснее, кто есть кто. Я тоже, ребят, я тоже хочу пожелать всем, наверное, чему-то научиться от этого проекта лично каждому из вас. И быть стойкими до конца. Вообще, вы, ну, на самом деле, команда, и я многому вас научилась. Ну, обстоятельства есть обстоятельства, и жизнь есть жизнь. Просто... Просто вы очень клевые, помните это. То, что вы здесь... Катя, все приклевые. Просто вот... Боже, бедные. Все, ребят, всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Катя, отогревайся дома. А мы будем спать дома. Пока. Все, всем удачи. Мне кажется, наша команда вообще просто сбросила камень из души, так как ушел Паша, с которым не все успели достаточно пообщаться, и который не особенно стремился к коммуникации с нами, как мне показалось. Ушла Катя Вертиховская, которая, в принципе, была немного зациклена на своих проблемах, но, тем не менее, принимала очень важное участие в наших делах. Я только за мясом. Стой! Часто в этом проекте для себя, наверное, я выделила самое главное, что нужно ценить жизнь, здоровье и правильно расставлять приоритеты. При этом сохранять командный дух для того, чтобы поддерживать других людей на какие-то достижения каких-то благих целей. А я понял за эти несколько дней, то, что в любой ситуации нужно оставаться человеком. И это было не зря. Да, абсолютно. Ну что, пошли? Ну. На этом проекте очень явственно чувствуется действие принципа проблемы сегодня и проблемы вчера. Так как после ухода Паши и Кати мы практически о них и не вспоминали. Мы забываем просто о людях, которые вот ушли. Здесь, в этих жестких условиях подумать об этом просто нет времени. Мысли уходят на задние планы, просто растворяются в проблемах насущных. Сейчас люди гораздо больше думают, например, там, не знаю, об устройстве того же душа или об ане. Давайте верхнюю одежду. Баня начинает из грузерок. Пожалуйста. Трудный день и непростой выбор все-таки закончились хорошо. Первый совместный проект сработал и вечерняя баня сблизила ребят. Э, не студите хату! Не студите хату! Кажется, даже лидеры нашли общий язык. После бани, когда мы попарились, мы вышли и он сказал при всех, Виталик, спасибо за твою хорошую идею. Вот. И сказал всем, что это была моя идея. Ну и напоследок я его окатил ведром холодной воды. спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо тебе! За леники, за идею, за допомогу, за дравы, за поднос, за террель, за баральную поделку. Здорово, палки! Максим тоже растет. Тоже растет и растет на глазах. Так закончился еще один день каникул вслепую. Что принесет день завтрашний, расскажет следующая серия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok